Начать подключение. Сегодня я расскажу вам об одном загадочном аниме-сериале 2022 года, который пережил несколько вспышек ковида, из-за чего вследствие было несколько переносов, уход одного из важнейших людей, работающих над производством, и, конечно же, о сериале, с которым очередной раз случился перенос. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Субтитры делал DimaTorzok Я хочу уделить ему отдельное внимание и посвятить ему отдельный ролик. Племянник приходит навестить своего дядю, который, наконец-то, вышел из комы спустя продолжительное время, а потому что находился в этот момент высекая. И этот самый дядя рассказывает своему племяннику истории разные, которые там с ним приключились. В жанре сериала заявлена комедия, и я с этим не могу не согласиться. Я чертовски сильно угорал над этим сериалом, когда смотрел его на стримах. Вот вам фрагмент. Мы начали подозревать. Иллюзия вышла из-под контроля. Это не так. Ну да, п***. У меня там битва. Там битва, там битва, там битва, там битва. Ха-ха-ха. Блин, не могу. Ха-ха-ха. Блин, таки... Ха-ха-ха. Блин, что... Ха-ха-ха. Если... Ха-ха-ха. Если кто-то спросит, что заставило меня плакать сегодня. Просто моя вот эта херня. Блин, это как тогда с ногами. Это как тогда в кровати с ногами, когда вот это вот, блин, значит, так смешно нарисовали. Ты мне симпатичный. Что? Блин, конечно же ты симпатичный. Блин, как они это делают? Вы за... Блин, я не могу. Данный сериал по итогу 2022 года не попал в топ-10. Ни на сайте Анилибри, ни в мой личный топ. Но, тем не менее, скажу, что сериал очень хорош. И, наверное, это одна из лучших комедий 2022 года. Поэтому я делаю про него отдельный ролик и хочу сейчас рассказать. Но не все так просто. Данный сериал выходил в летнем аниме-сезоне 2022 года. На восьмой серии сериала случилась вспышка ковида, как нам говорят авторы. И сериал переносят на осенний аниме-сезон, запуская его снова с первой серии. Таким образом, в конце ноября мы, наконец-то, видим продолжение «Перерождение дяди». То есть выход следующего, восьмого эпизода. И вот сейчас, когда, наконец-то, все подходит к завершению, к тринадцатому эпизоду, мы снова видим новость, что опять вспышка ковида. И опять сериал переносит, но уже на неопределенный срок. На самом деле, мне кажется, что за этим есть другие проблемы. Так же, как и многие другие люди считали, что вспышки ковида – это лишь отмазка, так же и я склонен с ними согласиться, что данный сериал был перенесен далеко не из-за вспышки ковида, хотя это вполне могло себе произойти, потому что актеры, например, которые озвучивают Сею на студии, они озвучивают на один микрофон или даже несколько человек в одном помещении. И, соответственно, если хоть кто-нибудь из них заболеет ковидом, заболеет весь актерский состав. А так же и режиссерский, который, скорее всего, в этот момент тоже на записи присутствует. Но! Так же, помимо ковида, с сериалом были и другие проблемы. Хотя по итоговому продукту, который вышел на экран, такого и не скажешь. Сейчас речь пойдет о таком человеке, как Ипэй Ичи. Он должен был режиссировать десятый эпизод сериала, но в какой-то момент ушел просто с проекта, потому что внезапно руководство запретило привлекать к работе над сериалом внештатных сотрудников. Но, тем не менее, хоть они это и ввели, спустя какое-то время, три недели, по-моему, так никого и не назначили. Никого из сотрудников из своих не назначили на работу над сериалом. И, скорее всего, все эти переносы загадочные из-за ковида несколько раз подряд связаны именно с трудностями на производстве. Даже сам Ипэй Ичи в своих соцсетях писал, что эпизод встрял, работа не идет, все идет плохо. И вот сейчас снова переносится тринадцатый эпизод. Возможно, скорее всего, как я думаю, все было летом, сериал начал выходить, все шло прекрасно до какого-то момента. Когда встрял эпизод, авторам понадобилось резко остановить выход сериала, чтобы успеть качественно сделать другие эпизоды, начиная с восьмого по тринадцатый. Вот. Они успели сделать с восьмого по двенадцатый эпизоды, в ноябре их прокатили. И вот тринадцатый, к сожалению, не рассчитали и снова не успевают. И приходится его переносить. А что такое перенос? Сейчас я скажу, почему очень сложно переносить сериалы в Японии. Шаровые диалоги. В Японии есть телевидение, а аниме, я вам скажу, выходит на телевидение, большей частью. А на DVD-дисках их можно посмотреть только спустя полгода. Это вам не у нас зайти в интернет, открыть свое в удобное время серию и посмотреть. Там все, если ты не успел посмотреть в определенный день, в определенное время серию, все, жди диск и больше не посмотришь нигде, потому что в Японии с пиратством еще как сильно борются. Значит так, в Японии для того, чтобы перенести показ сериала с одного периода на другой, это нужно двигать буквально всю сетку вещания. Скорее всего, я не углублен так в подробности, могу сказать какую-то дичь. Извините, если это так, напишите мне об этом в комментарии. Я ваш комментарий тогда закреплю. Но мне представляется, что есть какая-то сетка вещаний, где все строго отсортировано, в какое время что идет. И для того, чтобы что-то там поменять, нужно проделать большие усилия, и очень большое количество времени должно пройти. Поэтому раньше, чем конец или там середина зимнего сезона 2023 года, мы 13 серию не увидим. Ну и я надеюсь, что за это время все-таки наконец-то доделаю 13 эпизод и произведение завершится. И тем не менее зайдет фанатам, и второй сезон рано или поздно будет, надеюсь, уже без таких проблем. И в заключение хочу сказать свое мнение об этом произведении, итоговое. Таких произведений на самом деле мало. Да, это произведение буквально оказалось самым проклятым аниме 2022 года. Постоянные неудачи, постоянные переносы, трудности на производстве. Но, тем не менее, сериал вышел душевным, смешным. И на фоне остальных сериалов 2022 года он выглядит очень необычно. Вот очень. Я такого подобных сериалов еще не видел. Во-первых, это Стёб над Исикайами. Во-вторых, это ностальгия по приставкам. В-третьих, это необычный взгляд на Исикай. В-четвертых, это, наверное, рисовка. Хочу выделить рисовку, она вообще необычная, какая-то очень странная, с одной стороны. Вот у Дюнзита есть своя рисовка. У большинства Исикай в тайтах есть своя рисовка. А тут какая-то своя рисовка, которая смотрится для данного произведения очень даже подходяще. Потому что, по сути, данный сериал это пародия на Исикай. И там есть пародия на Ютуб, пародия на Исикай и так далее. Блин, в каком аниме вы еще увидите пародию на Ютуб? В общем, мне сериал понравился. Топ-10 года я его, к сожалению, не включил, потому что есть другие произведения, которые его подвинули. Но! Аниме к просмотру лично я рекомендую. Очень смешная комедия, я смотрел ее на стримах, можете пересмотреть. Со мной вместе, если вам лень смотреть самим или хочется увидеть мою реакцию, все записи стримов вы можете найти на моем Бусти, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Да, у нас новая цель, кстати, на Бусти. 200 платных подписчиков на Бусти, и я начинаю выпуск озвучки на мангу Человек-бензопила. Вот 200 подписчиков собирается, выпускаю озвучку первой книги, смонтирую с видео рядом, все будет красиво, но только на Бусти. Поэтому подписывайтесь, следите за новостями, следите за эксклюзивами и так далее, и так далее, и так далее. Все ссылки есть в описании. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, собственно, все. Всем САО, пока!